И так, ребятушки, всем привет, с вами снова Настя Лир. Мда, это видео я очень хотела выставить 31 числа, но поскольку мои планы резко поменялись, точнее планы нашей семьи, мы решили встречать Новый год непосредственно на даче. Да, а моё прекрасное устройство, такое как ПК, остаётся в Москву, в Москве, и поэтому, да, я решила, наверное, сделать это видео и выложить его пораньше. Вот, это видео последнее в 2020 году, и сегодня будет, знаете, такой полуразговор, полу какое-то действительно новогоднее видео. Я постараюсь вам как-то рассказать немножечко про, не знаю, про моё новогоднее настроение. В общем, сегодня просто такое ненапряжное, можно сказать, отчасти поздравительное даже видео. Вот, также вы сейчас видите результат розыгрыша, который был, проходил на моём канале. Вот, очень рада читать, конечно, все ваши комментарии, но я пока не успеваю. Я скажу честно, что я ещё прочитала не все ваши смешные истории, не все ваши основные, как бы, то, чего вы добились за 2020, и то, чему вы научились за этот год. Поэтому я ещё буду в процессе читать, когда уже уеду, потому что у меня будут большие каникулы. Да, у меня будут небольшие каникулы, которые, наверное, где-то неделю продлятся, я буду за городом, и поэтому видеоролика не будет. Вот, либо же, возможно, какая-нибудь реакция, но это вообще не точно. Да, и также, ребят, у меня, я решила на то время, пока меня не будет на ютубчике, дать вам такую интересную деятельность. Вот, я решила устроить творческий конкурс, тоже на Астерпоинсы. Вот, творческий конкурс, опять же, в описании будет ссылка на пост в группе ВКонтакте, где будут все условия, все призы, сроки, не знаю точно, но примерно, примерные сроки. Вот, будет, наверное, где-то три главных призовых места, возможно, будут ещё какие-то поощрительные. Я думаю, что не точно будут, потому что это невозможно, и вы слишком классные штуки делаете. Вот, я думаю, что не будет слишком большой старкоинсный приз, но я думаю, там, по 500 старкоинс, например. Ну вот, но это ещё не точно, посмотрите всё, как я решу, как будет в итоговом варианте этот конкурс в группе ВКонтакте. Вот, там ещё будет в призах скрин в ССОшке с моим персом, если вы захотите. Я с вами с вами на одном сервере. Вот, если что, я на Попайне, здравствуйте. Поэтому, если вдруг вы захотите скрин в другом другом, я переходить не буду, но вы можете поменять сервер потом обратно, чтобы, если вам это нужно вообще. Собственно, вот, это будет конкурс творческий. Опять же, это будут на этот раз только рисунки. То есть, я в тот раз проводила очень классный конкурс, там были все виды творчества возможные. И рассказы, и видео, и рисунки, и просто ещё там даже скульптуры были какие-то. В общем, было очень классно. Но мне было невероятно трудно выбирать приз, приз, ну, победителей, потому что там было слишком много достойных работ, но они были все из разных категорий. Вот, так что теперь это будут рисунки. И главное, две штучки, три даже пунктика, которые должны быть соблюдены. Это то, что рисунок должен быть как-то связан с моим каналом. Рисунок должен нести в себе новогоднюю праздничную атмосферу. Возможно, уютную, ламповую, возможно, супер какое-то грандиозное празднование. Именно Нового года, Рождества, ну, в общем, всё такое миленькое. Вот. И да, рисуночки. В общем, перейдите по ссылочке, посмотрите. Да, давайте подарочек хопанём. Хоп, тёплое пожелание. Класс, у меня их 42. Ещё чуть-чуть и я получу этого кролика, хотя не особо это, наверное, не нужно. Мне больше пингвин нравится. А вы, наверное, заметили, что у меня новый фриз. Да, я не выдержалась. Мне слишком тоже понравилась вот эта пятнашка. Хотя, знаете, в некоторых местах классно выглядят вот эти пятнышки, как будто бы леопардовые такие. Вот здесь и вот здесь. Но иногда мне кажется, что она в чём-то измазалась. Ну, типа, здесь вот эти разводики. Я не говорю, короче, ладно. Сама лошадь, конечно, красивая. Закрыла и косички. Мне не очень нравилась её грива в длинном варианте. Вот. Назвала «Ламазная роса». Долго очень не пролыли. Вот такая у нас красоточка. Пару... Ой, в пингвиньи нашествую. В общем, в парочку моему, получается, разводу днём, днём, затерянному к обиду или как его там, я не помню, не убивайте мне. Вот. И я сегодня максимально новогодняя. Посмотрите, я ждала, чтобы идти этот стиль. Я купила себе свитер. Так он мне кажется, он великолепен. Просто великолепен. Так что вот такие мы новогодние. И знаете, я хочу, во-первых, конечно же, поздравить вас с наступающими праздниками. Потому что для меня Новый год – это какой-то вообще особенный праздник. Особая атмосфера. Потому что, знаете, когда у тебя, например, день рождения, это классно. И многие считают, что для многих это самый любимый праздник. Но всё-таки, когда день рождения, всё внимание сконцентрировано на тебе за одном, любимом. А Новый год – это такое общее празднование. То есть ты со всем миром держишь бенгальский огонёк, бокальчик шампанского или сока, смотришь на куранты, и тебе классно. Потому что ты понимаешь, что очень много людей вместе с тобой тоже сейчас как бы радуются. Именно поэтому я обожаю этот праздник. И знаете, у меня последние несколько лет была такая проблема огромная, что у меня не было вообще никакого новогоднего настроения. Ну, вообще просто не было. Это так ужасно, потому что это невероятное чувство, как ты ожидаешь какого-то чуда, какого-то праздника. Вот что-то вот такое вот, предвкушение чего-то такого прям вот, ну, сказочного. И это очень приятное ощущение. Но у меня как-то его... Мамочки мои. У меня его как-то не было, но, ребяточки. О, кажется, он у меня начинает появляться. Скажу вам тайный рецепт, ребята, смотрите. Это то, что я делала несколько дней. Собственно говоря, в течение нескольких дней. Сегодня, завтра и вчера. И позавчера я занималась штучками такими, чтобы поднять себе двогодний настроение. Ну, во-первых, это такой, со звездочкой можно по засошке побегать, потому что тут, правда, очень мило, уютно. Но это, конечно, не главное. Главное, что делала я, это уютные, теплые напиточки, ребята. Гринтвейн, обязательно алкогольный. Потом еще у нас, получается, те же самые какао-зефирка. Это такая мелочь, но она тоже может помочь создать двогоднюю атмосферку. Пряники мы пекли, ребята, имбирные. Это такая просто тема. Я вчера испекла пряников 100 где-то. Реально, я 5 часов стояла, раскатывала это тесто, пекла их. Имбирные пряники эти несчастные. Нет, они прекрасно, в принципе, получились. Все вкусные. Я сегодня всем подарила, ну, короче, да, это было здорово. Потом очень важный аспект у меня двойное настроение. Это, конечно, встречи, разговоры с друзьями, с близкими людьми. Просто из-за того, что я стараюсь как-то соблюдать меры гарантии, и всякие вот эти дебильные ненавижу, простите, пожалуйста, когда это кончится. Для меня общение с людьми стало таким чем-то редким, чем-то очень таким радостным. Поэтому, да, недавно ходили с друзьями. Хотели пойти на каток, но все катки закрыли. Мы 2 часа баландились по центру Москвы просто с коньками, как дебилы каким-то. Вот мы катка не нашли, потом мы посидели в антикафе. Было тоже очень уютно. То есть и вот именно разговоры, разговоры уютные, очень глубокие, очень тихие, очень такие душевные. И это, на самом деле, очень важно для каждого человека, потому что мы люди, существа социальные. Ба-ба-ба-ба-ба, представляете? Вот, да, такая небольшая истина. Потом, конечно же, семейные всякие тусовки, киношки, украшения. Я вот сейчас вся в мишуре сижу. Ну как? Я не совсем в мишуре, у меня на рабочем столе мишура. Ну, короче, очень-очень мило. Свечи, ребята, свечи – это вообще тема. То есть еще самое главное, знаете, что я поняла касательно новогоднего настроения, что для меня оно заключается в том, что ты веришь в чудо, и что ты его ждешь. Ты ждешь какое-то чудо. И поэтому ты его предвкушаешь, и у тебя уже, знаете, какая-то такая радость поднимается, такая тихонькая. Вот, это и для меня вот этот рецепт. Я поняла, что я, наверное, последние просто новые года как-то не верила в чудо, что оно произойдет. А сейчас, знаете, сейчас я верю. Я верю, и поэтому мне как-то так очень радостно на душе. Вот, так что я надеюсь, что у вас тоже все в порядке. И главная цель этого видео, ребяточки, на самом деле, – это вас поблагодарить. Поблагодарить, потому что только, ну не только, но огромной частью именно благодаря вашей поддержке, вашим комментариям, нашим с вами общению, вашим невероятным просто работам, вашим артом, который вы делали на конкурс, вашим видео, вашими рассказами, они так поддерживали меня. Просто невероятно. Я пережила очень такой трудный, наверное, и, наверное, отчасти проживаю кризис, кризис юности, уже, наверное, даже поздний. Да, возрастная психология, здравствуйте, я что-то знаю. Да, и действительно, мне очень сильно помогает ваша поддержка. И знаете, что еще, наверное, круто? Я понимаю, что я тоже вам как-то помогаю. То есть, это, конечно, немножечко грустно сейчас будет, но за время, вот все это, когда все это началось с мерами, с изоляциями, мне написало, то есть, мне раньше бывало, что писали люди с какими-то трудностями, с какими-то, может быть, проблемами, прям большие письма. Знаете, то есть, как к другу обращение, типа, как ты думаешь, что делать, просто помоги, что ты думаешь. Или, допустим, просто скажешь, что ты думаешь, высказаться как-то, не просили на этот счет. Потому что я, как бы, учусь на психолога, но, ребята, это не значит, что я суперпрофессионал, я просто, как бы, говорю, что не могу. А сказать мне есть что, потому что у меня есть какой-то уже все-таки, какой-никакой опыт. То есть, как-то обострилась, знаете, потребность в каком-то общении, в каком-то, вот, в каком-то помощи. У вас тоже. Я безумно рада, что я могу как-то вам оказать свою поддержку. Но даже через этих, блин, пиксельных лошадок, ребята, я до сих пор играю в эту игру. Вы думаете, потому что лошадки мне нравятся? Нет. Разоблачение просто года. Мне нравитесь вы. Очень нравитесь. Я очень вас ценю. Я знаю, что вам нравятся все лошадки, что они вам приносит огромную радость. И мне тоже. Но я, именно вот касательно ССОшки, я в большей степени здесь ради вас. Конечно же, ради себя тоже, потому что у нас с вами происходит семья обмен. Обмен вниманием, доверием, любовью, заботой, какой-то информацией ценной. Обмен благодарностью, обмен радостью, обмен эмоциями. Это самое главное, я считаю. Вот, я вам безумно за это благодарна. Да. Я до сих пор вспоминаю, как мне было тяжело на первой изоляции. И тогда я решила запустить конкурс. Мой был большой, когда в итоге я потратила вместо 1600 на один приз, на 5000. Я потратила 10 тысяч рублей на все эти призы, потому что я просто не могла остаться в стране. Вот такие невероятные работы забахали. И меня так сильно поддержали, потому что мне тогда было особенно тяжко. Большую часть первой, когда был первый заход с изоляцией, я прыгала на даче. То есть наши там ребята как-то еще встречались, а я прям, как наши, как мои там шутят, типа как царя, знаете, это принцесса, которую там дракон отвез на башню. Она там в этой башне в этом замке сидит, там уже фиг знает сколько, все. А жизнь продолжается, а я все еще в этом замке. Ну, короче, такое забавное сравнение. И мне была просто крайне, прям вот жизненно важна ваша поддержка. Я так радовалась, когда заходила в обсуждение, видела, что вы пишете, там, выкладываете работы. Они так мне грели душу. Вы не представляете, как действительно они на меня повлияли. И еще важный такой моментик. Я вспомнила, что я обещала там снять видео про все работы с конкурса. У меня есть небольшая идейка. Просто у меня есть это видео, оно у меня... Но из-за того, что у меня, как вы знаете, ну как, относительно недавно появилось новое оборудование, я, получается, то видео я его начинала монтировать на ноуте, но пришлось все данные переносить на компьютер, на новый жесткий диск. Ну, короче, переписывать и все. Получилось так, что Вегас меня почему-то затупил, и он это видео уже нарезанное, там, то есть как бы там видео идет час. И оно очень... И нарезанная его версия, она как-то очень плохо сохранилась, и что-то там все не какие-то проблемы. Мне нужно заново это все делать. И я все-таки думаю, что я как-то, наверное, заново его сниму просто нахрапаю. Я думаю, что я это сделаю, и это обязательно заново сделаю все. Вот, потому что там, если мне немножечко даже стыдно перед вами, что я обещала, но до тех пор как-то его не получила, просто там сильно не очень много работы. Вот, а у меня пока не было какого-то внутреннего ресурса сесть и просто полтора часа разговаривать, 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 обсуждать, обсуждать, благодарить, благодарить. Но я думаю, что я это сделаю, когда пигминчик трется в мою ножку, выделяется. Как у тебя мило. Ну, я это сделаю, но я думаю, что после каких-то каникул, потому что после моего вот этого отдыха, будет там в одной неделе январской, потом у меня будут экзамены, до какого? Ну, примерно до конца января, ну, даже чуть раньше они закончатся, чем конец января. Ну, короче, я думаю, что я все равно это сниму, поэтому надеюсь, что вы отнесетесь к пониманию, и я знаю, что вы отнесетесь к пониманию, потому что очень народ крутой. Мне кажется, вокруг меня, знаете, очень много людей поддерживающих. Это очень классно. Я очень ценю. Это вообще, ну, просто слова ребята. Я очень вас ценю как людей. Как, ну, просто как, знаете, тех, кто там говорит, «Ой, это такая классная там, ба-ба-ба-ба». Нет, реально, это не у вас как людей. Благодаря тому, что я проводила в такие конкурсы, и там один из призов был поиграть в МФСО. Я лично встречалась со многими ребятами творческими, там получилось 20, наверное, играла с ними в Старстейбл, говорила там по Дискорду, где-то там просто, может, по телефону. Я узнала лично кого-то из вас, и примерно теперь понимаю, насколько действительно все глубокие, интересные, и насколько я была поражена, что действительно очень у меня глубокая аудитория ребят. Я очень была рада с вами как-то познакомиться. Правда, другой вопрос, что это было для меня очень тяжело, но неважно. То есть я действительно как-то узнала вас, вы стали мне ближе. Опять же, то, что я проводила вот эти мини-розыгрыши, я, наверное, пока их приостановлю, или просто остановлю, еще не знаю. На Старайдере вы писали то, о чем вы мечтаете, то там, что вашу какую-то смешную историю. Это вроде мелочь. То, чего вы добились, это вроде мелочь, но просто написать сообщение. Но оно очень характеризует человека. И я действительно безумно рада, что я, блин, стала ближе к вам. Вы стали ближе ко мне. Это же прекрасно. И я действительно очень вам за это благодарна. И это видео, это просто такое, как бы, двогоднее обращение на стиллерку и подписчикам. Просто все. Я просто хотела действительно донести до вас смысл, что вы для меня очень важные люди, и мне очень важна ваша поддержка. И я тоже стараюсь вас поддерживать. Мне не всегда получается, потому что у вас, правда, много, но я стараюсь. Я пытаюсь. И, конечно же, да, если вдруг вы захотите, чтобы я вам дала какой-то совет, вот действительно трудная какая-то ситуация, может быть, в жизни. Я не совет, нет, я неправильно выразилась, просто мои мысли. Я могу это сделать. То есть, как бы, группа ВКонтакте, пожалуйста, не чекайте. Давайте. Я в этом плане открыта. Вот. Но, опять же, ничего обещать не могу, но попробовать в конце концов, да. Так что давайте, ребяточки, поддерживать друг друга. Давайте держаться вместе. И тогда все у нас будет хорошо. Потому что, конечно, сейчас довольно-таки трудное время. Скобочка. Очень трудное. Для всех вообще. Ой, ладно. Но все равно, я думаю, что у нас все получится. Может быть, двадцать тревый год нам принесет побольше радости. Хотя в двадцать-ом тоже было радости много. Ну и печали тоже. В общем, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Ссылка на пост, где будет все про конкурс, она будет в описании, как обычно. С вами была ваша Настя Новогодняя. Новогодняя Настя Олеги Лир. Ее прекрасный пингвинчик и алмазная роса. Прекрасный фризик. И новогоднее настроение. Да. Так что большое вам спасибо за просмотр. Действительно, очень классно. Я их люблю. Поздравляю с наступающими праздниками. Ой, ребята. Вы прекрасные, честные. Вы прекрасные. Вы прекрасные. Я не вру. Поверьте. Всех с Новым Годом. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Встретимся в 2021. Время. Время. С억. Время. Север. Время. Время. thanева. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...